Желтый, мягкий, вкусный и такой ароматный. Что это? Конечно же, банан. А вы знали, что мир потребляет более 100 миллиардов бананов каждый год? Это один из самых популярнейших фруктов в мире. Он занимает 4 место после пшеницы, риса и кукурузы. И это вполне логично, потому что бананы вкусные, полны питательных веществ и энергии, их легко чистить и есть. По статистике, бананы являются самым продаваемым товаром. Не чипсы, не кока-кола и даже не шоколад, а, представьте себе, бананы. Они кажутся такими идеальными для потребления человеком, что, возможно, через них можно доказать существование Бога. Но вот вам шокирующая правда. Банан не был создан ни Богом, ни даже природой. Бананы, по крайней мере те, что мы с вами можем видеть на полках в магазине, являются ничем иным, как созданием человека. Только не поймите меня неправильно. Да, есть дикие бананы, которые произрастают в больших количествах и разновидностях. Они растут в Южной и Юго-Восточной Азии. Их существует десятки видов и разновидностей, а также цветов. Да, если вы думали, что банан существует только в желтом цвете, это не так. Самым распространенным является зеленый банан. Также можно встретить красные варианты, а еще коричневые и фиолетовые. Банановые растения на самом деле являются самой большой в мире травой. И высоту могут достигать до 8 метров. Самое интересное, что корню бананного дерева может быть до 100 лет. Но сам стебель, который поднимается над землей, является травянистым и умирает в конце годичного цикла. Некоторые из этих видов, как вы можете подразумевать, даже имеют семена. И вы, скорее всего, зададитесь вопросом, почему же мы никогда не ели семена банана? Да потому что в культивированных людьми бананах семена практически перестали существовать. Но если присмотреться внимательнее, то даже в этих культивируемых бананах можно встретить маленькие черные точечки, которые когда-то были семенами. Это все, что осталось от семечек банана. И они, конечно же, не являются плодородными. Их нельзя посадить, они не смогут вырасти. Сегодняшние бананы – это стерильные мутанты. И я не пытаюсь быть злой, это действительно правда. Это кавантиш. Сорт банана практически без косточек. Это то, что мы сейчас едим. И то, что продается в магазинах. Но этот сорт не всегда являлся нашим любимым бананом. До 1960-х годов все употребляли другой сорт банана – Гросс Мишель. Его плоды были более крупными, сладкими и с тонкой кожурой. Но, к сожалению, генетическая синхронность данного сорта привела к его полному уничтожению. Устойчивый к фунгимцидам вид грибка под названием бананская болезнь начала заражать данный сорт банана. К тому времени, когда производители начали подозревать, что их культура уязвима к данной болезни, Гросс Мишель практически вымер. Из-за данного инцидента всю банановую промышленность пришлось переделать под сорт Кавандиш. И последние 50 лет люди очень хорошо справлялись с этим сортом. К тому же он более устойчив к бананской болезни. Но грибки, к сожалению, тоже не стоят на месте и эволюционируют со временем. И сейчас, как бы прискорбно это не звучало, грибку подвержен также сорт Кавандиш, который мы все любим. Так как генетическая структура у сорта Кавандиш такая же, идентичная, как и у Гросс Мишель, Грибку необходимо только выяснить, как заразить и уничтожить лишь одну осыпь. И его уже невозможно будет остановить или даже замедлить. Из-за всего этого ученые очень обеспокоены. И большинство из них даже предсказывают полную гибель и этого сорта. Вы только представьте, наш любимый вкусный банан, который мы все так и обожаем, может полностью прекратить свое существование. Хорошая новость в том, что теперь у нас есть гораздо лучшее понимание генетики, эпидемии грибов и патологий. Ученые и производители уже начинают предпринимать шаги для защиты этого сорта банана. Некоторые производители уже начали создавать бананы с различными генами, которые вполне могут заменить сорт Кавандиш в случае его уничтожения. Все это делается с помощью генной инженерии, которая позволяет создавать растения с аумитетом к бананской болезни. Кроме того, люди многому научились после фиаско сорта Gross Michel. Зараженные поля быстро уничтожаются, а новые культуры выращиваются из свободных от грибов растений, выращенных в лаборатории. Так что давайте скажем большое спасибо людям, которые занимаются выращиванием и сбором бананов, чтобы вы могли их есть. А также производителям и ученым, которые постоянно трудятся над тем, чтобы наш любимый сорт банана не пошел по тому же пути, что и сорт Gross Michel. Спасибо вам за просмотр данного ролика. Если у вас имеются какие-либо пожелания или вопросы, добро пожаловать в комментарии под этим роликом. Ну а на этом все. Всем пока и до новых встреч!